Любовь к бардовской песне у Татьяны Ляндрис появилась с самого детства. В 15 лет она начала сочинять песни. Татьяна – завсегдатый Грушинского фестиваля. Ездит туда уже более 30 лет. Рассказывает несколько лет, даже сидела в жюри на первом туре. Несмотря на то, что формат груши в этом году нетрадиционный, пропустить фестиваль Татьяна не смогла. Вообще это достояние Самарской области. Это такой феномен, да, вот что ли, когда вообще у людей в планах стоит, что они приедут на Грушинский. Это часть жизни. В Струковском саду во время фестиваля работали три сцены. Патриотическая и семейная песня, а также сцена в формате открытого микрофона. Любой желающий мог исполнить свою песню. Также для гостей праздника работали тематические площадки, были организованы мастер-классы. Не проводить его, наверное, уже даже не то, что не получится, а, наверное, нельзя не проводить, потому что это традиционный уже фестиваль, который привлекает огромное количество человек. Наследие, которое сохраняется в веках и через этот фестиваль в том числе, а также этот фестиваль рождает новых каких-то авторов, которые пишут уже о современных каких-то вещах, проблемах. У нас всегда была своя идея, очень красивая и, главное, простая защита нашего отечества. Вот эта сцена, это то, что должно быть сегодня везде. На Грушинский фестиваль традиционно съехались гости со всей страны. Татьяна Собина, например, приехала с компанией из Челябинска. И Самара прекрасный город, и вот то, что сейчас мы видим на сцене, приятно, что дети, возможно, они с своими родителями когда-то вот так вот пели бардовскую песню, слышали, увлеклись, и то, что они сейчас поют, очень трогает сердце. Программа Грушинского фестиваля завершилась голоконцертом филармонии. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.